Жихары дачных поселка Уланович и в Витебском районе тонуть у сметти. На грачую линию телерадиокомпании «Витебск» звернулись от члены садоводчика товарыства «Купол». Люди скарзятся на велизарную колькость бытовых отходов, которые застаются после вывоза с упрацовниками спецаутобазы. Территория по бычь с домами перетворилась у сметник. Бруд разносится по участках и плыве по дороге. Как выращать проблему, выясняли наши корреспонденты. Шесть месяцев тому на этом месте коммунальники ликвидовали несанкционованный сметник. С того часу дачники Зулановича не могут вырешить проблему за отходами. И когда садоводчика товарыства «Купол» заключила договор со спецаутобазой, которая вывозит мяшки сметти с территории дома уладанню, то представники и инших объединений у дачников вырешили, что, как собрать сметти из усяго района, хопить одного контейнера, обслуговывая его спецаутобаза раз в месяц, али отходов тут сбирается значительно больше, чем может сместить бак. Мусор лежит, по-моему, уже месяц. Больше? Даже больше. И контейнеры я видел последний раз два месяца назад. Должны контейнеры ставить в определенные дни, и контейнеры должны забирать так, чтобы было чисто после них. Почему мы должны в таком мусоре и свалках жить? Ну, есть отдельные люди, которые скидывают. Ну, надо бороться с ним. Мы боремся. Мы не видим. Но есть же другие службы, которые могут штрафовать. То, и что у дельников садоводчих и товарыства «Купол» проблема, хвалюя больше за остатних дачников, сразумела. Сметником стала территория побач с их участками, якие ближе и до контейнера. Приехавши на место, бачим шмат пластиковых бутылек и пакетов с отходами. А вот самого контейнера тут нема. Мы просто задыхаемся от мусора, который накидывают чужие садоводческие товариства, которые с нами, с соседями, даже не являются. Они заказывают контейнера со спецавтобазы, ставят на этой территории, не контролируют вывоз мусора сами. Приезжает водитель спецавтобазы, поцепляет этот контейнер и увозит. Мусор, который вокруг контейнера сверх был наполнен, и вокруг они не убирают. Обращалась наша ЖКХ, где мне сказали, что это не их проблема, проблема экологов. Обращалась к экологам, а те сказали, что их очень мало работает у этого человека. Они просто не успевают. Як вырешить проблему дачников, пытаемся у супрацовников спецавтобазы. Им на телефонный звонок отказывая галунный инженер предприемства, заполнивая, что сметься с поселка вывозить регулярно по домове с товариствами и подкресливая, что избирать отходы по бач с баком не увоходить у обовязки коммунальников. Вот по нагаде, образно говоря, они должны были каким-то образом сами утилизировать. А они, чтобы не платить денежку, не утилизировать на полигоне или в законном установленном порядке, они просто-напросто сваливают возле этих мусорных контейнеров. А я приехал, я убрал только тот объем, на который у меня заключен долг. Суседи куполовцев ничего супрацивилизованного подыходу до выражения проблемы не мают, цели примать меры не спешают сам покарать дачников за беспорадок махчима. Порушение закона об обыходжении за отходами продуглеживая серьезные штрафы для физичных особ. Только вот доказать, что конкретный человек пополнил своими бытовыми отходами несанкционованный сметник до воли складана. Мы слиживаем и наказываем. Мы путем засад, наезду. Но, к сожалению, в нашлое время мы не можем постоянно поставить людей. Поэтому, покуда что, воспитываем деньгами. За нарушение правительственного законодательства предусмотрена статья 1563, часть 2. На физичный лист налаживается штраф от размеров от 5 до 50 базовых, на юридических от 10 до 1000 базовых. После нашей размовы с коммунальниками супрацовники спецаутобазы убрали и вывезли все смеття Зулановича. Те надолго тут затрымаются частиня и парадок. Будет залежить от соседей и поважливых относин один до одного. Артур Смоляков, Сергей Котов и Александр Прыставка. Новины. Витебск.